Дорогие друзья, ничего, если я буду так стоять, как будто может быть спиной, потому что у нас, так можно сказать, открытие уже состоялось, да? Еще не состоялось, да? То есть ходить, смотреть, еще не состоялось, да? Отлично. Дорогие друзья. Дорогие друзья, которые есть в каждом из нас, в каждом человеке, и я очень надеюсь, что при посещении подобных мест, подобных выставок, этот свет, этот огонек в каждом человеке будет разгораться, будет светить еще ярче, ярче и ярче. Я думаю, собственно, для этого все это... Я очень хочу почитать своих стихов и стихов поэтов Серебряного века. И начну я немножко со своего, давай, так сказать, подготовить, разогреть вас. Вот, если вам интересно, вы можете здесь гулять, ходить, потому что поэзия — это свободный вид искусства, могут... Мысли, может, вас что-то вдохновили, то вы достанете листочек, ручку и что-то начнете писать. А почему нет? Мне кажется, если где стоит писать, то это вот в таких прекрасных местах созерцаю такие удивительные вещи. Каждый раз открывая глаза, каждый раз просыпаясь внутри себя, я хочу сделать что-то, чтобы в мире не осталось ненависти, чтобы каждый на своем месте. Минуты плывут, как и ты, в океане, поодиночке сбиваясь в сталь, собирая себя, волна целуют ноги. С первого лучом освещаю бескрайность дороги, любить эту жизнь, этот путь, этот дом, как ладонь в ладонь, где я не смогу один, мы сможем, сможем вдвоем. Сердце мужчины — Бог, в глазах женщины свет, значит, они одно, значит, закат уже позади. Но встречаем только себя в самом конце пути. Куда бы мы ни шли, все это путь любви. Куда бы мы ни шли, все это путь любви. Любовь, как известно, это не что-то конечное. Любовь может быть целью. Любовь — это всегда какой-то путь и прохождение этого пути. Вот, я очень надеюсь, что каждый из нас, причем в такое прекрасное время года, как весна, подходит свой путь любви. И еще несколько стихов, я их прочитаю подряд. Если вдруг ты закроешь глаза, и в твоей мере будет темно, стуком на двери светом, сердце, я приду к тебе. И ты уберешь все, как в том далеком детстве. Две ладони вместе разгоняют ток. Падают киловатты, мышцы, тело, два взгляда остановят время. Пусть все покажется лишь только сном, но сном реальны и живым до боли дрожь в коленках. Лучше в этом мире прожить минуты, но минуты настоящей, чистой, искренней любви, чем долго жить в тени. Ведь электричеством охвачена планета, электричество в домах, в квартирах, электричество у нас внутри. Если вдруг ты закроешь глаза, и в твоем мире будет темно, стуком в двери светом, сердце, я приду к тебе. В потоке электричества мы будем вместе. В потоке электричества мы будем вместе. Не может быть одиноким. Поэтому мы горим поначалу, потом падаем. А кто-то смотрит на нас, загадывая желание. Пускай исполняется. Это танец дождя на ладони. Это музыкант, ветер бежит симфонии. Если это картина, то я рисую собой. Если это огонь, то я дым, от которого бегут слезы. Если мы незнакомы, давай познакомимся. Что ты ощущаешь в данный момент? Нет, не мысли о прошлом. Нет, не ожидания будущего, а прямо сейчас. Ведь прямо сейчас мы едины. И между нами что-то случилось. И это что-то, это сама поэзия, это сама красота, то, ради чего в данный момент проживает себя. То, ради чего существует жизнь. То, ради чего мы живем. Это момент любви. Как-то ты подобно цветку раскрыт. Подобно урагану бушуешь. Подобно ребенку плачешь. Через все эти эмоции с нами говорит сама жизнь. Все очень важно. Но в самом конце мы вспомним только моменты любви. Они дают нам силу, они дают нам смысл крапкаться дальше, пробираться сквозь джунгли, боли и разочарования. Но в самом конце мы вспомним только моменты любви. Но в самом конце мы вспомним только моменты любви. Проходя свой путь и обрядываясь назад, мы не вспоминаем каждый день и каждый час, но вспоминаем только какие-то самые важные моменты, самые важные отрывки о нашей жизни. И это, мне кажется, те моменты, когда мы были на полу, и у нас царило это состояние любви. И я очень надеюсь, что открытие этой выставки будет таким небольшим состоянием вдохновения и любви. Так много толпы, но людей очень много. Я остановился, и вдруг что-то исчезло, вдруг что-то пропало из этого мира тайком. В разговоре с самим собой я буду разговаривать с Богом, общаться на уровне мыслей мы с Ним. Любовь — это свет и бесконечная велика души, но чтобы быть, нужно уметь слушать, уметь смеяться, быть абсолютно разным, как того требует одна ситуация. Грубо, зато честно, меньше, зато как-то подобно. И если что-то изменится, ты скажи, не держи слаб, не копи боль, но в самую долгую ночь я приду и сяду рядом с тобой. Это как будто руки сами пишут стихи. Это как будто мы забыли, что значит быть одни. Там, где улицы ждут, там, где заборы, говорят, постой, там я иду себе с тихой тоской и напеваю что-то из Биби Кинга, и вроде хочется говорить, но я стою и молчу, и вроде хочется танцевать, но я просто иду, и все вокруг у меня так косо. Тебе тоже это знакомо, но я все это в этом строке мечтать идиотом, быть честным, но один же. Грусть наварила и выберла меня из дома. Моя любовь есть моя свобода. Твоя любовь есть твоя свобода. Любовь есть свобода. Спасибо. Последнее стихотворение, которое я бы хотел прочитать, это обращаясь к разным каким-то учениям, знаниям и религиям, если посмотреть в самую суть, то можно увидеть, почувствовать, что все великие люди, все учения говорили об одном. Это стихотворение о единстве всего мира и всех людей. Ничто не пропадает бесследно. Наши мысли, поступки и действия. Что есть в поэзии, а какой способ раздеться, как возможность разобраться во всей этой жизни и во всех этих буквах. Нет у нас других причин, кроме радости и благодарности, как бы сказал Найбунта. Все это ведет к чему-то. Мы сами себе преграды, мы сами себе проблемы, мы это то, что мы всегда очень рады. Если я подумал о тебе, значит, ты стал частью меня. Тогда представьте, сколько всего живет в нас и что я это вовсе не я, я это все вы и много жизней во мне. Узник своего ума, заброшенный в тело, подчиненный законам и временем. Научи нас терпением, научи нас искусству быть, ведь мы не хуже, мы не лучше других. Мы приходим и уходим одни. Я слышу, как они говорят. Говорят каждый час, говорят где-то внутри меня, говорят прямо сейчас, через тебя, через нас, вереницы любящих глаз. Все они Леонардо, Моцарт, Микеланджело, Шекспир, Пушкин, Сальвини, Ирвинг, Чаплин, Чехов, Станиславский, Стивен Ким, Кефрос, Гейны, Гетте, Грик, Нитшек, Рильки, Бродский, Барро, Сартер, Бах, Рахманин, Авганти, Дашива, Заратустра, Хама, Афродита, Исиида, Иисус, Аллах, Осмодей, Шакти, Амонра. Все они через тебя, через меня, через нас, вереницы любящих глаз. Открой в себе то, что должен, ведь если они смогли, значит и мы обязательно сможем. Спасибо за окном весна, значит пора. Творчество и вдохновение любите, берегите друг друга и у вас все обязательно получится. Спасибо.